всем доброго времени суток в этом видео немного поговорим о смазках для рыболовных катушек вернее даже не о смазках обзорах на эти смазки на примере вот этого видео чтобы не было скучно он поставил видео одной утренней рыбалки рыбалка не очень удачная так что отвлекать не будет просто утро просто река не знаю как вам но первое что мне бросается в глаза это то что все обзорщики крутят свои катушки я не знаю зачем они это делают и как это показывает свойства смазки может быть они считают что подобное вращение катушки должно убедить меня в том что смазка действительно хорошая для начала задам вам одну загадку а теперь возьму другую катушку катушки одинаковые смазка тоже одна и та же вопрос почему первая катушка вращается легче чем вторая ну и пока вы пишете верные ответы я продолжу ждать какой-то аналитики от подобных обзоров не стоит лучшем случае вы увидите что-то подобное видите синяя ну вот это уже как бы смотрите как она тянется видите как резина липнет скользкая вот она это там пишут что она там даже для силовых там схем катушки типа где большие нагрузки да вот она ну хорошо хоть не так хорошая масса много эстер и присадочек не пожалели да конечно хотелось бы увидеть достойный обзор смазок что-нибудь на вроде этого видео но зато в нашем графике есть кое-что очень интересно видите этот гребень пиков это активированный нафталинок да да те самые синестик которые производят иксон могилы которые встречаются у единичных масел что дают нам активированные нафталинок они придают полярность молекулам масла которые прилипают к поверхностям трения снижая износ деталей двигателя повышает эффективность работы присадок обладает хорошей смазывающей способностью термоокислительной стабильностью гидролитической стабильностью совместимостью с сальниками и прокладками щелочное число около девяти очень высокое несвойственное для масла пьесн висок щелочной немного но все-таки выше чем у одноклассников по стандартам это говорит о хороших моющих не прилизующих свойствах этого масла содержание серы 0,190 процентов могил очень чистый на серу это масло с добавлением gtl алкеллированных нафталинов и паосинтетики все эти базы практически не содержат серы отсюда такой хороший результат ну да ладно будем исходить из того что есть а что есть честно говоря ну плавность хода по общим показателям я не могу сказать что она мне так уж не понравилась все прекрасно знают насколько у них плавный ход вот смазывают главную пару вот этой смазкой очень спортивный ход плавный ход получается а есть плавность хода которая улучшается при помощи хорошей смазки я конечно не очень хочу расстраивать диванных экспертов но видимо придется так вот плавность хода зубчатой передачи агп это и есть зубчатая передача никаким образом не зависит от смазки а в первую очередь зависит от кинематической точности которую свою очередь определяется различными допусками если по простому то плавность хода зависит от точности и качества изготовления и сборки самой катушки никакая смазка здесь ни при чем так что если услышите что кто-то говорит что смазка влияет на плавность хода можете сказать им что он просто балабол и трепло но это пол беды если автор просто балабол куда хуже манипуляторы которые осознанно засирают вам мозги такой как например каталог воблеров и его супер тест кратко в этом тесте автор сравнивать смазку стоимостью 3000 рублей за 7 миллилитров с веретенкой но здесь сразу можно было бы взять дерьмо потом сделать вывод что дерьмо не подходит для смазки катушек то есть автор осознанно взял масло и 20 с наихудшими характеристиками чтобы добиться нужного ему результата чтобы потом залить в уши своих зрителей отборного дерьма про специальные смазки для катушек если бы он взял паосинтетику да еще с страми да с полным пакетом присадок то такого результата не было бы и потом попробуй объяснить своим зрителям на хрена и покупать масло за 3000 рублей если обычные не специальные маслы которые стоят в десятки раз дешевле ничем не хуже давайте продолжим к ее смазали вот ее особенности очень интересные особенности берете дома катушку крутите ну где-то что-то вот что-то чувствуете где-то главную пару легкий ход плавные вроде бы но главная пара что то такое вот где-то ощущение есть если вы сможете катушку и захотите похвастаться друзьям дадите в руки но покрутит они на нормальный плавный ход но ничего там космического нет так вот достаточно вам пойти на рыбалку сделать буквально пять забросов вы поймете что такое смазка айос ход у катушки становится вообще как по воздуху вы не чувствуете практически вращение ручек ход абсолютно бесшумно мягкие плавные вот вот ее особенность такая я не знаю может быть попадает влага или разрабатывается на как мысли дома человек не знает как это работает вот уязвно все просто составе смазки находится на на чипы с геолокации и когда чип определяет что смазка находится возле водоема то он при помощи высокочастотных низковольтных разрядов воздействует на смазку на молекулярном уровне что резко повышает ее характеристики в общем никаких чудес что еще поражает меня подобных обзоров до то как эти ребята определяют качество смазки не зная ни состава ни одной характеристики ни одной циферки они точно знают какая смазка хорошая а какая не очень вот к примеру ну в два раза примерно она менее гигроскопичная более стойкая к воде чем допустим смазки шиман очень спортивный ход плавный ход получается откуда он это взял где циферки где это можно посмотреть почему он решил что айос более влагостойка ну ладно допустим что это так и что из этого рассмотрим вот эту таблицу мы видим что последние тресманский имеет очень хорошую влагостойкость но при этом имеет большое пятно износа что не есть хорошо и способны выдерживать совсем небольшие нагрузки о чем это говорит до том что определять качество смазки по одному показателю нельзя надо оценивать все характеристики в купе да при этом еще сравнивать с показателями других смазок а эти ребята умеют определять качество смазки на ощупь не зная ни одной характеристики ребят научите меня я тоже так хочу рассмотрим смазку за номером 232 совсем не дешевая смазка она смывается на 4 процента за 6 часов при 40 градусов это много или мало вам будет достаточно такой влагостойкость маловато будет тогда объясните что вы собираетесь делать со своей катушкой и зачем вам больше а может у вас есть спецификации от шимана или даева где рекомендованы характеристики по влагостойкости нет нету тогда на основании чего вы решаете какая влагостойкость должна быть у смазки или просто по принципу чем больше тем лучше слушаем дальше и пары больше шумодав является эта смазка также смазка шумодав да это действительно так смазка снижает уровень шума и насколько эффективно в первую очередь зависит от вязкости смазки чем выше вязкость тем меньше шума но в то же время высокая вязкость снижает кпд катушки то есть легкость хода обратная зависимость поэтому придется выбирать между шумностью работы и легкостью вращения и по другому не будет либо шум но высокий кпд либо низкий кпд зато тихая работа катушки выбирать вам вязкость это основной показатель смазки от нее зависят все характеристики но вязкость величина нестабильны она постоянно меняется помните мою загадку в начале видео так вот все просто на первой катушке я еще не делал того смазка там старая структура ее частично разрушена и вязкость смазки снизилась зато выросло кпд вторую катушку я уже пересмазал вязкой смазки выше а кпд ниже так что когда кто-то вот так вращает свою катушку показывая какой высокий кпд это ни о чем не говорит подумаешь низкая вязкость ну как я уже говорил оценивать смазку только по одной характеристике нельзя даже если это вязкость одна из основных характеристик качество смазки надо оценивать по всем характеристикам в целом так как все смазки имеют как достоинства так и недостатки а низкая вязкость сама по себе это неплохо и нехорошо потому что все будет зависеть от условий эксплуатации и целей которых вы хотите достигнуть ну и конечно не обохлось без того чтобы не облить грязью литол 24 допустим 24 она не очень полезна если при попадании смешивания с водой ну происходит она становится агрессивная для держали алюминия я не буду опровергать тупой миф о том как литол разъедает алюминий просто скажу так здесь две основные группы смазок первое на основе литиевого мыла так сказать литолы во второе используют кальциевое мыло или натровое эта группа называется солидолы так что выбор у вас небольшой либо литол либо солидол и кстати кто-нибудь знает какой загуститель используется в смазках шимана а то вдруг это страшный литол который разъедает алюминий ну а дальше полный финиш кислотность смазок именно в двигателях моторные масла она необходима для чего различные вращения большие скорости и происходит нагар окалина и сама смазка отъедает этот нагар и окалина кислотность моторных масел вот так вот ребят живешь всю жизнь и думаешь что моторное масло специально добавляют щелочные присадки чтобы нейтрализовать кислоты которые образуются в масле в процессе работы двигателя и тут бас и все с ног на голову после этого стало понятно что автор вообще не в теме и зачем он взялся делать видео о смазках непонятно ну а теперь что касается дорогих смазок вот смазка iOS это самая дешевая цена а есть и такая цена ничего не шокирует вас давайте я представлю эту цену немного по другому возьмем смазку pen хорошая она или плохая не имеет значения это смазка для катушек 1 грамм смазки стоит 6 рублей теперь возьмем iOS 1 грамм стоит 450 рублей разница в 70 раз а теперь возьмем вот такое моторное масло хорошее или плохое неважно и представим себе моторное масло iOS в 70 раз дороже то есть 1 литр моторного масла за 35 тысяч рублей что опять все нормально не возникают вопроса что можно натолкать в такое масло и главное зачем чтобы была такая цена заехал на замену масло отдал 100 тысяч только за масло сел и поехал все нормально что я хочу сказать про дорогие смазки нет я лучше промолчу пусть кот Шимана все скажет за меня на этом все всем успешных рыбалок а где ты тихо 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 что творишь что творишь что творишь как творишь что творишь